На предыдущей лекции мы с вами рассматривали практические советы, которые могут помочь в онлайн-обучении. Давайте теперь посмотрим на это с другой стороны и размышляем о том, какие можно допустить ошибки в обучении онлайн, из-за которых вы можете остановиться на полпути и не закончить начатое. Ошибка номер один. Откладывание выполнения задания на последний день. Представим такую ситуацию. У вас была очень сложная неделя на работе, потом еще нужно участвовать в служении в воскресенье утром. Поэтому первый раз вы читаете задание в воскресенье вечером, хотя его нужно сдать до полуночи. Вы читаете текст задания и оно вам кажется непонятным. Вы пишете ведущему курса просьбу объяснить смысл задания, но тот не может ответить так быстро и в итоге вы не сдаете задание в срок. Или, прочитав задание, вы понимаете, что вам нужно еще раз просмотреть материал учебной недели, а времени на это уже нет. Так что не откладывайте работу над заданием на последний момент. Ошибка номер два. Нежелание задавать вопросы. Мы с вами уже не раз об этом говорили. Говорили о том, что важно задавать вопросы. Вот представьте, если в начале обучения вам что-то непонятно, скажем, в лекции непонятен какой-то термин, и вы не проясняете это сразу, то потом вам будет еще сложнее понимать то, о чем говорит преподаватель. Но ведь у вас всегда есть возможность задать вопрос ведущему курсу на специальном форуме, поэтому будет ошибкой этим не воспользоваться. Не стесняйтесь задавать вопросы, даже если эти вопросы кажутся вам глупыми. Если вы не хотите, чтобы ваш вопрос видели другие студенты, напишите письмо на адрес преподавателя. Ваша цель – усвоить материал, и именно в этом заинтересован ведущий курс. Ошибка номер три. Онлайн-обучение для другого поколения. Я никогда в этом не разберусь. Хоть обучение онлайн и требует определенных знаний, оно доступно любому человеку, и в этом несложно разобраться. Если вам что-то непонятно, наберитесь терпения. Поверьте, со временем многое прояснится. Ошибка номер четыре. Курс только начался, а я уже сбился с графика, мне уже не наверстать. Некоторые студенты, приступая к курсу, сразу же начинают отставать от расписания. Действительно, наверстать будет непросто, но это возможно. Еще раз внимательно прочитайте описание курса, расписание курса, перечень заданий и скорректируйте свой график. Ошибка номер пять. Нежелание выяснять критерии оценивания своих работ. Вот вы замечаете, что преподаватель ставит вам не очень высокие оценки за сданные вами работ. Вам непонятно, почему стоит именно такая оценка. Тот отзыв, который написал преподаватель, также не сильно помогает разобраться в ситуации. Вам кажется, что вы все сделали правильно и заслуживаете более высокой оценки. Ошибкой было бы оставить этот вопрос невыясненным, так как должна быть причина, из-за которой вам снижена оценка. Если вы не разберетесь, то велика вероятность, что вы получите невысокую оценку и за другие задания. В таком случае правильнее будете еще раз внимательно прочитать задание. Посмотрите, действительно ли вы все сделали так, как было нужно. Была ли оформлена работа надлежащим образом. Соответствует ли количество слов ожидаемому от вас преподавателям. Обратить внимание стоит даже на то, насколько грамотно написана ваша работа и нет ли в ней орфографических ошибок. Еще раз внимательно прочитайте отзыв преподавателя. К сожалению, многие студенты не продают отзыву преподавателю большого значения. Если после всего этого вам непонятно, почему ваша оценка ниже ожидаемой, обратитесь к преподавателю с вопросом. Преподаватель будет очень рад разъяснить вам критерии оценивания, ведь он заинтересован в вашей успеваемости. Его задача в том, чтобы вы поняли свои недочеты и исправили их в дальнейшем. Ошибка номер шесть. Не писать ничего, если нет вдохновения. Часто студенты сталкиваются с такой ситуацией, когда надо ответить на вопрос учебного форума, но ничего не приходит в голову. Вдохновения нет, а писать что-то банальное не хочется. Как бы там ни было, оставлять вопрос неотвеченным – это не лучший вариант, так как в этом случае вы не наберете какое-то количество баллов к общей оценке. Более того, такие моменты могут оказаться наиболее ценными, так как вы научитесь собираться и решать даже те задачи, которые кажутся сложными и безвыходными. Не сдавайтесь. Попробуйте переформулировать вопрос своими словами. Может, в этом случае он станет более понятным и вам легче будет дать на него ответ. Может быть и такое, что этому вопросу в лекции было отведено мало внимания. Обратитесь к дополнительной литературе. Если вы решите использовать в ответе идеи из новых найденных вами источников, то укажите их. Пусть об этом знает преподаватель, и это будет полезно для других студентов. Ошибка номер семь. Вы отстали, у вас есть уважительные причины, и вы ожидаете, что вас поймут и простят. В жизни может происходить всякое. Никто не застрахован от проблем на работе, со здоровьем в служении. Может случиться что-то, что вас вынудит на время оставить учебу. И причины могут быть весьма уважительными. И вы ожидаете, что вам должны зачесть те или иные задания, простить и понять. Однако преподаватель часто связан требованиями учебной части, которая в свою очередь придерживается определенных аккредитационных стандартов. И он при всем своем понимании и сочувствии к вашему положению вынужден будет снизить вам оценку. Поэтому вам лучше выработать с преподавателем индивидуальный план, чтобы наверстать упущенное и получить заслуженную оценку за курс. И мы должны понимать, что главное в обучении это не оценки, а приобретенные навыки и умения. Итак, мы с вами разобрали возможные ошибки, которые могут допустить студенты в онлайн-обучении. Я надеюсь, что это поможет вам в обучении. Поможет вам излечь максимум из тех возможностей, которые вам предоставлены. Продолжение следует... Ошибка номер три. Онлайн-обучение для другого поколения. Я никогда в этом не разберусь. Хоть обучение онлайн и требует определенных знаний, оно доступно... Давай, ошибка номер три. Просто иногда как-то скорость... Я теряюсь... Стоп. Но это просто... Так... ... Продолжение следует...